И снова мы в нашей студии. Олечка немножечко передохнула. Вот я тоже, кстати, да. И мы продолжаем наш разговор. Я напомню, мы остановились на вот приезде, на желании приехать и на причинах, которые привели. И вот прозвучала, Оля, я остановлюсь на этом, такая мысль у тебя, такая фраза, что вот было желание, была тяга вот именно посетить Израиль, посетить Иерусалим, как центр вот какой-то, да, центр религиозный, центр, где общение с Богом очень, ну, скажем, на каждом углу, да, он ощущается. Вот какие ощущения? Вот ощущение, когда ты приехала, первое, вот я обычно спрашиваю, мне всегда интересно, первое впечатление, вот вы вышли в аэропорту, вот, да, ощущение пребывания на Святой Земле. Первое ощущение, что я почувствовала, это заботу, потому что даже вот Андрей, который нас встречал, он очень такой заботливый, и, ну, как бы, ну, такую, окутывает такой надежностью, и мы так спокойненько, он прям, нас быстренько в руки, там, Глебушку вот посадил, так, давайте, я еще успугаться не успела, то есть я почувствовала, что мне будет легко, в общем-то, я сразу почувствовала, что, я так боялась, честно, я никуда не выезжала, тем более с ребенком, я никогда и одна, без мужа, я никуда не выезжала, тем более так далеко, мы, там, максимум это колесили, там, по Казахстану по-своему, и все, и для меня это было, конечно, такое вот, испытание для меня самой, что, как ей все будет, как я в самолете, и все такое, очень было, ну, как бы, да, я больше переживала. И вот, это в Израиле, вот, скажем, да, совершилась, была эта мечта, и вот, расскажи, пожалуйста, где вы побывали, ну, вот, помимо лечения, мы к лечению еще вернемся, где вы побывали, какие ощущения от поездок, от храмов, от тех мест, которые... Очень красивые места, вообще, я, конечно, не ожидала такого увидеть, здесь очень много святых мест, мы побывали только, по-моему, на пяти местах, это, это вообще самая малость, мы были в православном храме, на... где он находится, я точно сейчас не смогу сказать место... Это Святого Герасима, но в Тверье? Нет, Святого Герасима, да, мы тоже там были, там... С Святого Герасима, который... Монастырь Святого Герасима, там, по-моему, есть пещера, где мать Иоанна Крестителя, да, укрывалась, ну, вот, как нам Андрей рассказывал, если я не ошибаюсь, в общем, мы в монастыре Святого Герасима были, потом мы были в православном храме, потом мы были там, где вознесение Христа произошло, на этом месте мы были, потом мы были там, где росло дерево, вот это вот... На север вы ездили? Нет, мы не были, да, да. Но это все программа. Да-да-да, мы много посетили. Вот ощущения, вот, пребывания, ну, вот, помимо красоты, помимо исторических какого-то интереса, вот, ощущения внутренние, то есть, я к чему веду, к тому, что, вот, можно ли считать, и можно ли воспринимать, вот, посещение этого, как часть лечения, как часть восстановления, вот, об этом. Можно и нужно считать это, потому что душа очищается, на самом деле, успокаивается. И много начинаешь, как бы, думать по-другому уже начинаешь. Думать о чем? О жизни. О жизни своей, о семье. Да, ценности, да. Как бы, ценности, они более глубокие становятся. И восприятие, скажем, себя, восприятие семьи, восприятие ребенка, какие-то мысли о будущем, как вот, ну, не формируется, наверное, а как ощущается после такого. Ну, вот, хочется вот жить, радоваться, любить, вот, знаете, вот такие ощущения. Ну, я знаю, что вы еще побываете в местах, вот, ну, и такой вопрос, вот, все. Небольшое уточнение, приезжают не только христиане, но и мусульмане, и для них тоже программа посещения священных мест, и в старом городе, и в везде. Мы говорим не о конкретной религиозной принадлежности, мы говорим о святых местах, в принципе. Как источники силы и оздоровления. Да, да, да. Уцелитарно, скажем. Да, да, оно изнутри идет, оздоровление вообще. Я об этом и спрашиваю. Вот, скажи, пожалуйста, нет ли ощущения такого, что вот, как бы, уходит вот то, что на душе были, как вот, какие-то наросты, тягости, какие-то вот, что пребывание в этих местах, оно подобно, ну, вот, очищению такой, вот, как смывает все, да? Есть такое ощущение, да. Вот, вот это очень интересно, потому что наша задача, вот такое небольшое верическое отступление, наша задача, задача центра и специалистов, работающих здесь, это не только излечение ребенка, излечение мамы, а создание, вот, внутри людей, приезжающих, внутри семьи, создание какого-то определенного мира, создание какого-то определенного спокойствия, может быть. Вот, что ты в этом плане ощущаешь? Особенно, вот, при сочетании лечения, при сочетании, вот, посещения. Причем, что интересно, Оля, а в какое время вы посещали святые места? Ну, в плане, вот, лечения, потому что можно подумать, что здесь вот туристическая программа, как бы, а лечение, вот, оно, так, между делом. Ну, как понять, в какое время? Чисто вот по календарю, по расписанию. Ну, среди недели, получается, ну, как бы, вот, когда в пятницу... Ну, среди недели, это старый город, это во второй половине дня, то есть в первой половине дня. Да, в первой половине дня, да, 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 все. Но, вот, Аркадий, вероятно, имел в виду поездку на север, который занимает практически с утра до ночи. Да, то есть, что вы едете, да, в выходные дни, да, я веду к тому, что программа составлена таким образом, что лечение максимально занимает, да, первую половину дня, а вторая половина дня, это и выходные дни, потому что шаббат, центр не работает. Вот, это как раз то время, когда вы можете, да, и программа поставлена таким образом, что, по большому счету, вот, там, отдохнуть, полежать особо некогда. Некогда, нет, мы же... Дай бог еще где-то так переварить эти впечатления. Да, да. Ну, вот, и, Оля, последнее, что, наверное, хочется спросить, все-таки, о лечении, о работе центра. Вот, ты у нас неделю где-то, да? Да, где-то неделю, да. Вот, что за неделю? Целую неделю. Целую неделю. А вот это вот мы сейчас, а вот это мы сейчас выясним, только неделю. Кажется, так быстро пролетает время. Оля, что произошло ли что-нибудь тебе, Глебе за эту неделю? Я заметила, что у меня давление не скачет. У меня, потому что раньше при определенных, это либо падало, либо поднималось, и я себе плохо чувствую. Это была такая нестабильная. Нестабильная. Последнее время у меня очень сильно голова болела, я заметила, что у меня голова вообще не болит, и давление не скачет. Это у тебя, а у Глеба? Глеб... Что нового появилось? Ты рассказываешь каждый день нам о том, что это новое появилось, то новое появилось. У нас еще не это уже забывается? Блин, да, вот это надо записывать, вот Лиза молодец, она записывает все. Я тут не могу собраться, потому что некогда, мы постоянно где-то ходим. В общем, он стал спокойнее. Ну давай так скажем, ты же папе звонишь, рассказываешь, что изменилось. Вот что ты ему рассказала, что из-за меня вышло. Что ты мне сказал. Да, вспомни. Ну у него появились некоторые какие-то новые там движения, он что-то начинает там, что-то новое, то как-то прыгает по-другому, то этот... Потом он некоторые попробовал новые продукты, так скажем. Кто-то никогда уже с ней ел. Которые не ел. Понравилось? Все отказывался. Да, понравилось. Потом, что еще? Ну он спокойнее, я говорю, и поменьше у него вот этих, которые нежелательное там поведение, но поменьше стало этого поведения. Оль, ну скажи мне вот такой момент, что тоже я иногда спрашиваю. Вот Глебу сколько лет сейчас? Четыре. Четыре года. Скажи мне вот, стали ли появляться у тебя мысли о его будущем? Ну да, конечно. Какие мысли вот были до того, как вы начали лечение? И вот разница есть? Ну да, я вообще правильнее. Я до лечения я вообще не могла как бы... А, до встречи с Давидом. Я вообще тогда не могла ни о чем думать, честно сказать. А что сейчас? А сейчас, да, мы можем строить какие-то планы. Какие-то планы. Особенно, ну, папа, вот он у нас вообще, ну, у нас как бы вдаль смотрит в основном папа. Он как мужчина, ну, он старается, ну, как он, не то, что старается, а он может уже, ну, мы планируем там, допустим, можем поехать уже куда-то там, даже такие ближайшие, да, планы. Мы уже можем... Выйти в люди, так что называется, да? Да, да, что можем поехать куда-то, и этот он, ну, запланировать можем такое, да. А на будущее, ну, конечно, уже думаем там, как он будет, как в школу пойдет, как он дальше будет, кем он станет. Каким лидером он станет. Да, да, кем он станет. Он сейчас уже... Да, вот... Он проявляет характер, такой приятный характер мужской. Мы об этом поговорим. В следующий раз. В следующий раз, да, просто... Вместе с ним, вместе с ним. Да, 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 просто я хочу обратить внимание тех, кто нас смотрит, что практически всегда все родители, которые... Вот можете пересмотреть интервью, да, которые давали мамы, папы, и все говорят о том, что... Уже можно говорить, даже в достаточно раннем возрасте, что ребенка после лечения или на фоне лечения стали проявляться какие-то способности, какие-то интересы. Причем иногда очень неожиданно для родителей самих. То есть они об этом даже не думали. И вдруг ребенок показывает себя, там, скажем, каким-то особенным, в хорошем смысле этого слова, в той или иной деятельности. Там в конструкторах, в музыке, в математике у нас были. Такие дети, все это вы прекрасно помните. Поддержки родителей в сложный момент. Да, 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 да. И вот неожиданно. Например, Глеб вообще поддерживает меня. Кто более взрослым оказывается. Да, да, да. Судя по тому, как мама себя ведет, она точно нуждается в поддержке, в мужской. Кто же как Глеб ее поддерживает. Ну вот, мы об этом и поговорим. Я думаю, Олечка, что мы еще в нашей студии увидимся до твоего отъезда, и, может быть, и не один раз. Тем интереснее будет послушать о том, какие изменения произошли. Посмотрите, пообщаться с самим Глебом. Но это нам еще предстоит. А сегодня спасибо тебе большое. И вам спасибо. Если у тебя есть, скажем, да, всегда мы заканчиваем тем, что если есть что-то, и ты хочешь что-то сказать, вот, всем, кто тебя смотрит, многие, скажем, да, не, еще не связались с Давидом, они просто смотрят, они вот как вы, да, первый раз что-то ищут. Вот если у тебя есть что-то сказать, вот, без вопросов, чисто вот так от себя, то, пожалуйста, у тебя есть такая возможность. Пошли, слово за наглость прерывания. Дело в том, что за эти два года Оля сделала весьма немало видеоотчетов, и их можно увидеть у нас на канале и видеть, как бы, динамику вот этого процесса лечения, изменений и ее, и ребенка на протяжении этих двух лет. Нет, в данном случае я не об этом, я хочу сказать именно вот чисто ее личное, ну, вот обращение, скажем, если что-то есть, сказать без вопросов. Вот и без вопросов просто берите, звоните Давиду и говорите все свои проблемы. И я даже заметила, если просто напишешь проблему, не обязательно там дозваниваться. Бывает порой, что невозможно дозвониться, но обязательно нужно написать свою проблему, и обязательно эта проблема, она сойдет на нет. Я хотел все-таки сделать акцент немножко на другом моменте. Ну, и звоните, да. Необычный, я не всегда могу ответить тоже. Не надо делать из меня центр всего. У нас здесь дружная команда великолепных специалистов, собственно. Просто когда начинают общаться, общаются, то это со мной. А когда приезжают, видят уже совершенно другое и большое дружную команду волшебников, скажем так, профессионалов высочайшего уровня, скажем прямо. Я о другом. Оля, скажем так, Оля приехала к нам не потому, что была необходимость уже спасения ребенка, вытаскивания и так далее. Практически, и, собственно, мы ее пригласили в гости. И это было тоже как, в данном смысле, награда за то, что на протяжении двух лет, в отличие от абсолютного большинства людей, которые ко мне обращались за эти годы, за помощью, за многие годы, она очень ответственно и серьезно относилась к тому, чтобы стараться самой помочь ребенку. Каждый раз после сеанса она подробно записывала, что происходило с ней, с ребенком, дотя, что происходило в перерыве. Я всех это прошу делать для того, чтобы практически единицы из сотен людей, которые обращались за это время, вот она одна из тех нескольких человек, которые это старательно делали и старались помочь себе и ребенку обращать на это внимание. И, собственно, вот поэтому мы ее пригласили. Ну, здесь, наверное, самая большая награда за Олин труд. Это то, что вот прозвучало в плане изменения Глеба, потому что, да, мы вот можем, ну, совершенно реально, Оля, если я, скажем так, преувеличиваю, ты меня поправь и не стесняйся, то есть мы реально за два года наблюдаем, ну, выздоровление ребенка, да, практически. То, причем, я так думаю, что ни один специалист, даже если ты обращалась там где-то параллельно, ни один специалист никогда не может, вот, даже предположить, что вот этот вот аутизм, аутический спектр, что он исчезнет практически полностью, да, причем я же не зря спрашивал, что посторонние люди, они даже не замечают, что с ребенком даже представить себе не могут, каким он был. Ну, согласны со мной? Да. Вот это, наверное, основная награда. Ну, да, мы можем еще долго на эту тему говорить, мы лучше вернемся, Олечка. Спасибо тебе большое. Удачи, счастья вашей семье, здоровья. Я надеюсь, что все ваши планы и все ваши вот чаяния, пожелания, они сбудутся, чему мы вам желаем. Спасибо. До новых встреч у нас, Петя.